Здравствуйте! Новый урок композиции. Сегодня мы говорим о понятии композиционного центра в картине. Допустим, у нас изображен букет цветов. Как мы будем создавать направление взгляда зрителя? Какой объект в картине является главным, а какой второстепенным? Именно эту задачу помогает решить понятие композиционного центра. Композиционным центром будет являться самая темная, самая контрастная, самая прописанная часть картин. Посмотрите, создавая вот эти темные контрастные пятна, я вольно или невольно привлекаю ваше внимание именно к этой части изображения. Доказать это может простой опыт. Посмотрите, где сосредотачивается ваш взгляд? На белом фоне или все-таки на темном пятне, которое время от времени появляется на экране? Я прибавил к темному пятну два цветных. За каким пятном больше следит ваш взгляд? Все равно мы обращаем большее внимание на темное пятно. Ну а теперь несколько примеров, как говорится, из жизни, на своих работах о том, как это понятие воплощается в жизнь. Да? Здесь где-то композиционный центр находится. И сразу наш взгляд падает именно на это изображение. Здесь композиционный центр, он слегка поддержан вот этим пятном. Даже имея довольно-таки в пастельных тонах написанную тень, мы все равно имеем композиционный центр в работе. Где является здесь центр? Да, вот здесь. Несмотря на то, что основные объекты в картине находятся здесь. Но взгляд зрителя, прежде всего, падает на вот эту теневую часть картины. Здесь более сложный композиционный центр, больше светотени, больше объектов в картине. Соответственно, внимание зрителя распределяется более сложным образом. Мне думается, что первоначально оно падает куда-то сюда, а потом уже распределяется по другим точкам изображения. Здесь вот это основной вид и поддержан этот композиционный центр более малой контрастной формой. И здесь вот. Обязательно у букета есть композиционный центр, что помогает нам сфокусировать взгляд зрителя на самой прописанной части картины. Остальное все является второстепенным. Ну, я бы хочется сказать, менее важным. Нет, не менее важным. Но именно это придает картине воздушность, феерию, романтизм, а не перечисление объектов. Когда в картине 25 цветов, и все их можно пересчитать. А задача художника не в этом. Задача художника состоит в том, чтобы создать именно такое произведение, где вы можете управлять взглядом зрителя, сосредотачить его на самом важном и уводить взгляд от второстепенного. Мы находимся в группе «Арт-школа». Альбом группы, где видим фотографию Маши Паниной. Очень хорошо выполненная живописная картина. И очень хорошая подсказка Тамары, которая предлагает усилить тень в центре куста. За счет этого куст становится более объемным. Его зелень нависает над тенью. И плюс ко всему мы получаем композиционный центр в картине. У нас есть место, вокруг которого организовано все пространство картин. Наверное, одного урока будет недостаточно, для того, чтобы полностью проникнуться пониманием к предложенной тени. Я думаю, мы вернемся к рассмотрению понятия композиционного центра немного позже. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.